Я Витя, с Одессой. Привет. Витя, ну расскажи немножко о себе, как ты попал в наркотики. Ну, хотел самостоятельно жить, наверное, не знаю, круг общения был неблагоприятный. Начал употреблять 22 года где-то. Попробовал, канаклю, чуть-чуть амфетамина, потом присел плотно на героин, полтора года употреблял, потом был перерыв месяца два, между ними и потом пересел на этот дом. И было сначала все хорошо, потом не сильно. А что вот именно не сильно было хорошо, что ты имеешь в виду? Ну что, родные начали отворачиваться. Если бы до этого протягивали у помощи, то я отказывался. Относились как к какому-то конченному человеку. Ну, слышишь, Витя, ну а от чего они к тебе отнесились-то так? Из-за чего? Ну, потому что приходил не в адекватных состояниях. Деньги дома тащил. Ну и проблем, помимо этого, много чего делал. Неприятность. Понятно. Как ты решил приехать сюда? Ко мне пришел тетя муж, сказал, хочешь стать человеком, можем предложить руку помощи. Вы едешь, отвлечишься, все у тебя будет хорошее. Не хочешь, живи, значит, как сам. Я не отказался, потому что хотел как бы сам попробовать, но самому у меня этого бы не вышло, это точно. И вот я приехал в клинику в Запорожье к Василенко Виталию Ивановичу. Понятно. Витя, а вот ты можешь поподробнее рассказать, вот когда твой знакомый предложил тебе приехать сюда, да? Да. Какие мысли были у тебя в голове? Ну, мысли были такие, что, наверное, это мой последний шанс. Вот, когда потеряли его труп, потому что от него не стоит отказываться. Он, как бы, что-то, не знаю, может, душе что-то подсказало еще. Ну, куда дальше? Молодой. И я не отвлек, сразу согласился. И приехал сюда. Понятно. С какими чувствами ты приехал? Ты помнишь первый день, когда ты попал в Центр? Свои первые впечатления? Не, ну что, первые впечатления. Было сначала страшно, там, думал, что будет плохо, там, еще что-то, я не знаю, как объяснить это. Ну, не, как, новый, ну, так сказать, не адаптировался просто, может, сначала. Потом привык, даже очень хорошо, познакомился с коллективом, с врачами. Ну, да и как дома уже, можно сказать. Понятно. Ну, тебе, наверное, не с чем сравнить, да, вот этот Центр? Ты раньше не лечился, да? Нет, я нигде не лечился. Я сразу попал в этот Центр. Ну, и этот Центр мне помог. Понятно. Скажи, вот, как ты считаешь, вообще, что здесь главное, вот, то, что тебе помогло? Ну, я думаю, не знаю, что. Врачи, психологи общались, помогали, поддерживали. Когда были вопросы какие-то, какая-то проблема, разъясняли, что как делать. Ну, еще отчего, на процедуры ходил все как надо, как клиника сказала. Ничего не пропускал. Сеансы неплохие были, дыхание. На шок ходил, на шок. Ходил тоже. Ну, в принципе, ничего не пропускал. В принципе, она не помогла, я думаю. Понятно. Скажи, были у тебя здесь сложные моменты такие? Ну, честно сказать, чтоб сложных не было. Я ожидал, чтоб мне будет очень плохо. Будет обсидесят, если меньше. Ну, слава Богу, врачи поддержали, и мне все даже плохо не было. Понятно. Не унес вообще. Витя, ты скоро уезжаешь, да, когда? Да. Да, и вот, меня вчера вечером подширили в Северодской поле. Ночью переспал-то. Не сильно, но... Завтра уезжаю в 6 часов в автобус на Днепропетровск и потом на Днепропетровск в Одессу. Ясно. Ну, вот какое у тебя сейчас эмоциональное состояние? Ты можешь немножко описать это? С какими мыслями, чувствами ты покидаешь этот центр? Ну, наверное, если я сейчас начал ощущать человека, что... Ну, не знаю, это такое просто чувство, что я вот не то что... Ну, не могу просто словами бредать, но чувствую себя очень хорошо. Я считаю, что увлечение прошло нормально. Угу. Ну, до этого я такого не ощущал, не так можно сказать. Тут я точно себя почувствовал человеком, что я... Что надо жить. Ну, не знаю. Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо.